Здравствуйте, уважаемые жены наших офицеров военнослужащих по контракту. Мы сегодня проводим мероприятие по приуроченных к вечеру вопросов и ответов. В историко-культурном центре первого президента прошла встреча командования воинской части 55-16 города Тимиртау с членами семей военнослужащих. В ходе встречи были затронуты вопросы касательно перспектив национальной гвардии, а также выслушаны предложения и пожелания. «Цель данного мероприятия мне, как командиру части, для того, чтобы поддерживать в должном уровне морально-психологическое состояние личного состава, для успешной выполнения задач, которая стоит перед частью, это самое главное, если у военнослужащего по контракту офицера дома все хорошо, соответственно, он и будет служить достойно, у него и на службе будет хорошо». Помимо этого, специалисты затронули один из остро стоящих в региональном командовании вопросов – «Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения». «Только за первое полугодие в региональном командовании воскликнуло 9 фартов по управлению транспортного средства во алкогольном опьянении. Всего, если взять поиска национальной гвардии, допущено в этот год 13 случаев употребления алкоголя и употребления, и 9 случаев это наше региональное окомандование, то есть мы лидируем с отрицательной стороны по этому факту. Отсюда, только если взять август месяц, в поисках допущено в 4 подобных случаях с начала будущего года. Отметим, что антилидерами по статистике являются воинская часть 65.05 города Караганды – три факта, воинская часть 66.37 – три факта, и по одному факту в воинских частях 55.10, 55.16 и 54.51. Подобные встречи специалисты планируют проводить ежеквартально. Юлия Исланова и Дмитрий Косыгин. Новости Тимиртау.